так фиксируем показатели на счетчике их было уже получается 797 ну я с ним начал снимать поздно но ничего лучше больше чем никогда погода у нас такая то есть солнце то нет солнца в общем то 8 ампер то 3 ампера 13 даже надо же выдает это рекорд блин реально это рекорд задано было вообще мощностью 11 5 ампер а это что то вообще сейчас солнце то появляется то пропадает у нас работает холодильник и сейчас я посмотрю сколько сможет он реально проработать на панели 280 ватт а сам холодильник как видите тянет 295 ватт и 2 и 4 ампера но как я уже сказал солнечные панели это были заданные 280 по факту она дает 310 я даже вот засекал но то что вот они обещают 280 это стабильных и 11 5 ампер это то что прям миллион процентов 1 у нас вот так гуляют 45 то есть если солнце будет целый день то проблем вообще никаких не будет просадки практически не было только только 1 упали на там на вольт на 12 было 12 4 сейчас 12 и 3 то есть просадочка небольшая получилась не на 1 вольт а на одну часть ну то есть тут показывает 12 и 3 здесь показывают 12 и 5 значит на 2 единички вот просела но когда будет хотя бы 7 ампер или 5 то уже просадки нету несмотря на то что инвертор немного кушает и потеря еще идет по проводам много кто спрашивает почему инвертор не уходит защиту так как провода у меня и идут четверки вот вместе они идут один контакт тут и тут параллельно друг другу подключены и от инвертора также выходит он не идет защиту потому что идет компенсация хорошая и если будет там кабель четверка он будет уходить защиту а так как восьмерка он защиту не уйдет на заряд у меня идет четверка вот от панели к сожалению 1 и 5 ну а для тех у кого есть сомнения я показываю все таки счетчик вертор вот от счетчика идут провода вот они и уже на холодильник пошло вот так вот у меня осуществляется фиксация этого дела и на всякий случай вот покажу то есть сразу вот счетчик отключился и холодильник все запас пошел была сильная просадка то есть чтобы его запустить надо его поднапречь чуть-чуть потому что снизу давно идет какое-то оборудование ну и сверху она постоянно там дует и охлаждает лампочка правда не работает но меня это не смущает я взял его для зелени для яиц для такого сейчас проверяю как он работает и если он не будет работать перебойным режиме ну то есть у него реле есть и не будет неисправно я вам покажу очень отличный лайфхак как я справлюсь с такой проблемкой вот там где-то у нас солнце про панель 280 ватт мощность ее ватт 11 и 5 ампер и 42 вольта максимум ну как видите эти показатели могут немного туда-сюда играть такая компактная можно на балкон поставить куда угодно когда нет света и вообще чтобы экономить электричество можно купить ее за 30-35 евро вот более мощнее солнечная панель 450 ватт а у нее 56 вольт и там вообще до 15 ампер у меня доходило без проблем но заданных 13 ампер то есть можно купить от 80 ну за 80 за 110 и евро такой панель можно купить это если поштучно брать как эту и эту а если взять там штук пять сразу то не выходит намного дешевле конечно да вот это провода у меня идут уже от той панели что 450 ватт сейчас вот я для нее буду собирать вот станцию аж как подпрыгнуло солнышко появилось видите от такой панели может работать целый день холодильник он будет же отключаться иногда но тут может реле кстати быть неисправно вот у нас он продолжает работать согласен да солнце исчезает дела очень плохи поэтому лучше иметь две панели к такому оборудованию подключать и лучше не 30 40 ампер здесь иметь вот показатели сколько сюда можно подключить панели максимально вольтаж поэтому от такой панели 450 ватт такая такая будет вот такая вот сборочка чтобы холодильник будет работать целый день еще будет запас энергии то есть на заряд идти и компенсация будет идти компенсация будет идти на расход инвертора вот для тех кто не верил сейчас отключаю вот холодильник выключили а сейчас нагрузка пойдет ну должен уже выключиться реле что-то не срабатывает у него то есть он когда будет отдыхать аккумуляторы будут продолжать заряжаться у нас солнышко чуть-чуть показалось исчезло снова но что ж ты будешь делать ну естественно когда он охлаждается он уже немного будет брать там небольшая нагрузка будет в холодильнике по поводу аккумуляторов я уже снял видео как их восстанавливать возвращать к жизни какой должен быть уход за ними раз в полгода а так иногда нужно в них водичку доливать и все я вон сюда сейчас еще включу лампочку много часто пишут стал отвечать говорят купи себе генератор и не парься генератор прожорливый по топливу поверьте мне я очень много топлива сжег и много на это было потрачено денег когда понял что можно купить вот такие аккумуляторы неубиваемые если правильно за ними ухаживать единственное что вот от таких я буду избавляться они не восстанавливаются просто у них все закрыто а вот такие чтобы баночки открывались включи себе генератор он может заряжать аккумулятор будет 10 часов такой аккумулятор один заряжать понимаете на обычном зарядном оборудовании для автомобиля поэтому мой вывод такой да чтоб включить там что-то ночью более что-то мощное он там не на три с половиной киловатта реально реально treat использую да он может дать три с половиной киловатта но литр бензина в час как не было а солнечная энергия себя окупает вот он продолжает работать у меня сейчас он уже не напаливает толком но тем не менее я очень доволен в день можно так от трех до четырех киловатт при условии что будет солнце целый день можно сэкономить заработать вот поэтому я очень доволен этой станцией и она уже себя отработала и не раз в особенности если вы занимаетесь сельскохозяйственной промышленностью то есть вы там птиц выращиваете для инкубатора это идеальная овощая система болгарки перфораторы я он снимал уже ролики ссылку закреплю где я очень жестко эксплуатирую всякое оборудование много для кого мало над одной солнечной панели по счетчику я все меряю он да может за день реально показывает там три с половиной четыре киловатта у меня получалось на контроллере все нарисовано куда что подключать я сюда инвертор не подключаю он часто бывало уходил в защиту когда это больше чем полтора киловатта использовал ну перфоратором попользоваться такой вот насос включить чтобы воды набрать он отсекал а вот так кинул напрямую усилил просто провода и все все работает без нареканий вот кстати когда говорю что все вместе с солнечной панелью не считая проводов с учетом одного аккумулятора вот инвертор один аккумулятор контроллер панель это и есть 141 доллар без проводов но если еще там ну в общем в 200 долларов вложиться вот у вас будет второй аккумулятор и будут провода и всякие вот такие вот автоматы защиты ну вы то есть можете качественным более провод купить и использовать потихонечку наслает ну вот просто задумайтесь когда у вас генератор работает вот целый день там для того чтобы работал ноутбук лампочки освещались там воды можно было в любой момент набрать там роутер чтобы работал но надо где-то в 200 постоянно стабильно использовать то понимаете что будет у вас за 10 часов минус 10 литров вот но так как я сам умею топливо готовить меня этот как бы момент не парят но изнашивается ну ходовая в нем чтоб он функционировал масло постоянно нужно менять фильтра чистить плюс ну короче это геморр я его вот в сторону убрал все когда нет света я вообще не парюсь но сарай мне уже давно обесточен я здесь строю теплицу как видите это будет техническая зона это будет звонок все будет утепляться полностью вот такой штукой usb на потолок все стену так утеплю и здесь будет лук выращиваться и кучу других драгоценных растений питательных это бывший курятник куры куры переехали вот это все будет убираться отсюда в общем мини проект венеры что ли вот солнечной энергии то есть вообще все будет работать от солнечных панелей и зимой и летом подпишитесь ко мне на канал чтобы все это увидеть у меня на канале вообще много полезной информации и да посмотрите до конца ролик я сейчас в конце покажу сколько за день проработала панель и холодильник сколько натянуло ватт киловатт ну что скажу вам 20 минут уже без изменений единственное что заряд бывает лучше хуже солнце когда появляется естественно лучше супер компенсация получается а он набрал свою температуру и сейчас вообще минималку подъедает поэтому я понял что я буду очень долго ждать и уже хочу это видео выпускать вот подпишитесь ко мне на канал чтобы не пропустить следующие видео вот спасибо большое за просмотр поставьте этому ролику лайк я старался для вас и кстати вот такая вся система очень мне кажется будет годная для морозильного лари так как он температуру дольше хранит и пока он работает с минимальным потреблением аккумуляторы успевают зарядиться и при этом его немножечко подпитывают подпитывает